Всем девчонкам привет! Кто-то есть у нас сегодня с нами? Или нету? Может быть сейчас кто-то нас услышит и махнет нам рукой, и нам станет понятно, что мы начали работу в прямом эфире, как обычно, в четверг. Здрасте, здрасте! Привет, девчонки! Вот Иринка, как всегда, на месте. Такая молодец! Так, ну что, всем привет, девчат, с вами на связи город Ростов-на-Дону. Ну, и я, ведущая сегодняшнего мастер-класса Наташа Коклюгина, живу в городе Ростове, работаю в школе Екатерины Мирошниченко. Здравствуйте, здравствуйте! Вот, и мы, как всегда, в четверг с вами делаем незамысловатые дизайны. Надо нам так и назвать нашу рубрику. Незамысловатые дизайны по четвергам, которые помогают мастерам сделать какие-нибудь простые дизайны, которые рассчитаны на скорость, на скорость. И не надо делать эти дизайны на всех пальцах, абсолютно, да? Это можно делать абсолютно на одном многоточке и с любым цветным покрытием посочетать. Неважно, там, однотонная, двухтонная, трехтонная, как интересно. Вот, что делают нервы. Итак, здравствуйте, здравствуйте! Девчат, ну что? У нас уже... Что сегодня уже? Какое, седьмое, да? Ой, сегодня что, седьмое, правда, что ли? С ума сойти, уже декабря. Вот, значит, ну, и, конечно же, речь идет у нас о новогодних дизайнах, речь идет у нас о быстрых дизайнах. Я сегодня вообще предлагаю вам такой блиц. Блиц. Вот реально я каждый раз думаю, делаем вроде быстрый дизайн, и хочется, знаете, прям вот на время засечь и доказать, что это вообще реально делать за пять-семь минут, да? Все будет обусловлено только время просушки. То есть нанести фон просушить, там нанести, там что-то еще просушить, там добавить что-то еще просушить. Вот, и мне прям вот хочется сегодня, знаете, такой блиц сделать. Вот сколько мы можем успеть, там, например, минут за 15-20 сделать дизайнов. Я думаю, что тут штуки 3-4 можно запросто успеть. Ну, как бы, если делать это конвейером, конечно. Ну, значит, вы уже так посмотрели немножко. На самом деле все это уже на слуху, на виду, эти все дизайны новогодние, как бы, ну, девчат, ну, этого никто не отменял. Атрибутика Нового Года, она из года в год повторяется. Деда Мороза, снежинки, снегурочки, веточки, свечечки, да, и так далее. Просто цвета какие-то новые, просто как-то по-новому расположили, просто что-то добавили новое во все это дело. И в этом году у нас добавились топы, топы. Вот, как бы, сегодня и на самом деле там и тема-то такая была. Значит, такие вот нежные дизайны с новыми топами. Чуть раньше, по весне, по-моему, да, у нас выходил топ с мерцанием, с таким светоотражающими частичками. Кто помнит, может, у кого-то уже есть. Если нету, то обратите на него внимание. Мне кажется, он будет у вас фаворитом перед Новым Годом. Значит, канди-топ и два новых – Мелоди и шампань, да? Значит, почему мы прямо будем вот сегодня акцентировать внимание на топах, которые имеют мелкий шиммер, да, внутри себя? Или перламутр, или шиммер. Вот, как хотите, обзовите. Дело в том, что Новый Год – это такой специфический праздник, и часто те люди, которые, например, всегда делали только красное покрытие, или там только какое-то там, ну, я не знаю, там бордовое покрытие, черное, белое, неважно. Важно, что они делали все это дело без блесточек, правильно же? И, как правило, вот именно на Новый Год, именно перед Новым Годом, хочется покрыть что-то блестящим, особенно вот на все эти корпоративы там и так далее. Вот, и если, например, купить какой-то гирлак с блесточками, то, конечно, он будет востребован только на Новый Год. Ну, как правило, как правило, нет, разные есть клиенты, разные мнения, желания, там все по-разному любят, как бы, покрытие, кто с блестками, кто без блесточек, но просто, ну, как правило, да, ну, согласитесь, что, как правило, гирлаки с блестками, они как раз-таки идут вот на такие вот праздничные темы по типу Нового Года. А потом эти гирлаки с блесточками стоят, 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 и уже к следующему году то загустели, то еще что-нибудь пришли в какую-то негодность и так далее, начинаем заново покупать. Так вот, можно не покупать ничего в этом году с блесточками, а просто купить топы с перламутром, с мелким шиммером, да, внутри себя. И, значит, я хочу просто как бы сказать, что вы можете превратить в цветное, да, в цветное блестящее покрытие любой цвет гель-лака с помощью этих топов. Ну, давайте, я просто вот чисто ради эксперимента, я сейчас взяла новый гель-лак, кстати, новый гель-лак, мы еще сделаем маленький обзор, 462-й. Так, и, например, просто сделаю покрытие, да, без всяких там выпендрежек, сейчас, девчата, я чуть-чуть камеру повыше, а то даже уже руки не помещаются. Так, 462-й, такой красивый такой, оранж. Так, и просушу буквально 30 секундочек. 30 секундочек, и нанесу, например, цвет топа, который называется шампань, да, видите? То есть, получается у нас вот этот традиционный топ с глянцевым, глянцевый, видите, это просто я покрыла ультрашайном поверхность, красиво, очень блестит, глянец очень красивый. А сейчас мы этот же цвет покроем топом с мелким-мелким золотистым шиммером. Так, топ, то есть, подразумевается, да, как бы верхнее покрытие, аккуратненько, тоненьким слоем выравниваем. Очень насыщенный, очень золотистый, я думаю, вам видно на камеру, да, получается очень прикольно. Так, просушиваем, ну и давайте так, для сравнения, я не буду сейчас прям вот все цвета вы покрывать, но просто, чтобы вам было понятно, да, давайте какой-нибудь сделаем, например, тоже из новых гель-лаков, которые вышли не дат, 464-й. Покроем. И как выглядит без нашего нового топа, скажем так. Итак, смотрите, девчат, значит, мы можем, значит, сделать праздничным, праздничным любой цвет гель-лака. Не обязательно покупать перед праздниками новые гель-лаки с шиммерами, можно купить один топ с шиммерами, и все остальные гель-лаки, которые стояли на полочке и были без блесточек, они незамедлительно станут с блесточками. Вот, значит, например, да, мы на примере взяли новый гель-лак, который вышел буквально вот неделю назад, да, у компании Эми. И вот так вот он выглядит без специального, без перламутрового топа, да, который вновь у нас вышел, а просто обыкновенный глянцевый топ. И так он выглядит с новым топом, который называется вот шампан, да, цвет шампанского такого получается, золотистым шиммером. Видите, девчат, вот такой вот красивый получается был без перламутра, да, стал с перламутром. Так, вот к нам, да, вот начали девчонки подключаться, еще раз здравствуйте, я успела вот только выкрасить, видимо, типсики, и меня выбило из эфира, очень долго мы не могли подключиться, не знаем, чем это связано, но и тем не менее продолжаем. Так, или, например, новый топ, который называется Мелоди, видите, вот такой красивый, он с очень красивым перламутровым шиммером от красно-розового к зеленому, скажем так, перелив идет. И получается, вот смотрите, новый гель-лак номер 464, и обыкновенным глянцевым топом покрыт, да, и топом вот с таким красивым перламутром. Видите, девчат, не буду больше покрывать, потому что и так у нас получилось, что времечко потерялось, пока нас выбивало из коллеги здесь. И так, значит, ой, цветные гель-лаки сейчас мы возьмем. Итак, цвет шампанского топ, видите, такой красивый, я думаю, что даже так будет видно на камеру, что вот он, видите, такой вот красивый, переливающийся. И когда вы наносите топ без липкого слоя, вот с таким красивым шиммером внутри, то, конечно же, любой топ, ой, простите, любой цвет превращается в праздничный цвет, да, и любой дизайн тут же становится праздничным. Даже если вы просто перекроете таким топом покрытие, любое цветное, то получается такое более праздничное покрытие. Топ мелоди, видите, с красивым перламутровым, от красно-розового к зеленому, скажем так. Видите, вот так вот красиво перелив такой получается, и точно так же более мелкий шиммер, еще мельче, чем в предыдущем, предыдущем варианте, но получается с очень красивым перламутром. Так, два топа, которые вышли вот буквально именно к праздничным, к новогодним дизайнам, я надеюсь, что они вам придутся, понравятся вам, и можно будет любой топ покрыть, уфу, простите, господи, да что ж такое, ну если покрыть, то топ. Любой цветной гель-лак, да, превратить в праздничный цвет, благодаря вот этим частичкам блеска, которые находятся в этих двух топах. Чуть ранее у нас выходил еще один топ, который был с легким таким мерцанием серебристым, назывался скандиум топ. Это частички, девчат, цветоотражающие в этом топе, и получается, что очень красиво тоже переливается, то есть по большому счету, те, кто любят больше серебряный какой-то уклон, можно скандиум взять. Те, кто любит золотистый цвет шампанского, да, те, кто любит, допустим, перламутровые оттенки, можно взять, например, топ мелоди. То есть три разных варианта, серебро, золото, перламутр, розовенький такой, красивый, переливающийся в зелененький. Вот, поэтому как бы на любителя. Вот три топа, которые можно как бы сейчас использовать, покрывать любые цветные гель-лаки. Так, теперь, я вот тут пока сидели, пока мы пытались наладить, значит, наш интернет и запустить все-таки, я вот тут вам прикрепила целую кучу разных вариантов новых, которые с новыми, скажите, как раз-таки покрыты топами. С шиммером, и видно это очень хорошо, да, вот цвет шампанского, тут вот как раз мерцание серебряное. Вот такие вот варианты, очень простые, которые превращаются благодаря топу в праздничные варианты, скажем так. Так, ну, мы сейчас, я надеюсь, что мы сейчас прямо несколько вариантов успеем сделать, но перед этим, конечно же, хочется еще сказать о вновь вышедших гель-лаках, которые вышли буквально вот несколько дней назад, они уже есть в продаже. Их не объединяет ни в какую, скажем так, коробочку, они продаются поштученно, по 9 миллилитров. Вот такие вот оттенки красивые. Катя уже неоднократно в своих прямых эфирах рекламировала, демонстрировала новые оттенки гель-лаков, ну, и я не исключение, скажем так. Начиная с 462-го цвета, давайте я вот так сделаю, очень красивый, да, заодно и цвет шампанского топ, то есть получается у нас гель-лак просто без шиммера, да, с топом смотрится вот таким вот образом. Так, например, 463-й, 463-й, светлый беж, опять же, можно добавить топ-шиммер, и топ с шиммерами, получается, будет с перламутровым. Хотите перламутровый можно сделать, хотите там с золотистым шиммером, с серебристым, с светоотражающими частичками, можно по-любому изменить. 463-й, 464-й, это у нас получается цвет, а какой у нас цвет получается? Сейчас, коричневый, да, по-моему, коричневый оттенок. Кстати, да, у нас даже есть сравнительная тут же характеристика, топ-мелоди сверху покрыт с перламутром, вот, и получается у нас, видите, как бы отличается в чистом виде и также с перламутром, вот так вот поближе, да, надо, наверное, показать. Красиво смотрится. Так, 465-й цвет, красивый, очень такой бронзовый оттенок, красивый, он уже сам по себе с шиммером, да, никаких добавок к нему, конечно же, не надо добавлять. Очень красивый, плотный, это девчатно-прозрачный типси, в один слой нанесен цвет, поэтому я думаю, что тоже найдутся любители для таких покрытий. Так, 466-й цвет, красивый, яркий, такой вот бирюзовый, патина называется, 466-й номер, да, и 467-й серенький, такой, очень такой солидный, такой серый оттенок гель-лака. Смотрите, вот, да, на него, видите, вот как бы сыграться можно с этим цветом, очень красиво получается. Итак, 467-й. Ну, 6 оттенков, 6 новых оттенков гель-лаков, которые вышли у компании Эми. Что можно сказать? Очень плотные цвета, ложатся плотно в один слой, без всяких проблем. А вот, значит, как бы мне так хотело вам прочитать прямо вот аннотацию, да, очень красиво так звучит. Сейчас, секундочку. Палитра из 6 оттенков, которые могут согреть своим теплом, подарить уютную атмосферу. Очень красивые цвета, которые, значит, потом покрываются, например, матовым топом, да, то есть вот эти все цвета очень красиво потом смотрятся под матовым топом, девчат. Каждый оттенок поддельности представляется бы красивый повседневный универсальный цвет. Значит, все это особенно актуально зимой, когда за окном не хватает насыщенной красок, потому что цвета довольно-таки яркие. Так, в осенне-зимний сезон пришла также мода на офискор. Вот интересное прям слово. Палитра коллекции вдохновляет. Корично-серая гамма для делового гардероба. И, сейчас, секундочку. Каждый оттенок поддельности представляет собой красивый повседневный универсальный цвет. Так, к новому сезону. Ага, вот, рекомендация от наших маркетологов. К новому сезону любая модница обязана обвести с аксессуаром с металлическим блеском. А в маникюре использовать акцент на бронзовый оттенок 465-й. Кипарисовое дерево. Итак, 465-й. Где он у нас? Кипарисовое дерево, да? Очень красиво будет к аксессуарам подходить. Все. Значит, слушайте, хочется, понятно, что надо же рассказать, что новые гель-лаки вышли. Надо рассказать, что новые топы вышли. И хочется же какие-нибудь варианты все-таки наделать, правильно? Так, 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 так. Еще раз, здравствуйте все. Вот так больше. А не так, у нас, я просто подняла глаза, то про топы спрашивает. Ольга, да, они без липкого слоя, да, они без липкого. Здравствуйте. Так, все, все здравствуйте. Итак, значит, мы с вами, я хочу сделать, я уже объявила в начале прерванного нашего прямого эфира, когда мы только начали, значит, что сделать такие какие-нибудь варианты дизайна, которые можно поставить на поток. Мне прям вот одно время прям хочется вот все время засечь время и за какое-то определенное небольшое количество времени сделать несколько вариантов. Тем более, что у нас уже времечко сегодня убежало, поэтому я постараюсь за оставшиеся 20 минут хотя бы штучки 3-4 вариантов дизайна сделать. Но перед этим я взяла телефон и хотела подсветить фонариком всю вот эту мерцающую красоту, потому что на самом деле вся красота в этих дизайнах только лишь от того, что здесь вот красивый топ и с красивым переливом. То есть варианты такие очень посреди, средненькие такие, знаете, как бы без всяких намудренных наворотов, но тем не менее очень красиво блестит, потому что топ, топ с золотым шиммером, с розовым шиммером мелким, да, либо с серебряными светоотражающими частичками делают, конечно же, свое дело. Я думаю, что вы скрин сделаете и все эти варианты вам придутся по душе, потому что делает их очень быстро. Итак, поехали. Значит, мы можем взять любой цвет и как раз-таки из новых оттенков. Так, и я предлагаю замутить такую тему. Например, например. Так, поехали. Значит, ну, белый цвет, да, с белым цветом сочетается все на этой земле, поэтому считаю, что белый цвет сейчас нам подойдет как нельзя кстати. Сейчас, секундочку, девчата. Ну, единичек. Там нас вырубило, там вырубило, теперь белый цвет. Ага, все, нашла. Итак, поехали. Засекаю время. Сейчас у нас соль без 15. Значит, я считаю, что за 15-20 минут можно сделать 3-4 варианта дизайна. Все, поехали. Итак, белый цвет. Начинаю с белого цвета. Это всегда цвет самый яркий, самый удачный. И всегда можно любой, ну, как бы, белый цвет в любой дизайн делает очень ярким, несмотря на то, что он просто белый. А тем более, что как раз-таки зимний вариант с белым будет очень даже интересным. Так, аккуратненько. Наполовинку давайте. Итак, поехали. У нас 20 минут и 4, например, дизайна. Итак, белый цвет просушиваем в лампе. Еще делаем вариант с белым. Давайте белый у нас будет, например, с правой стороны. Причем белый цвет можно нанести, например, не на весь и не напополам, а так вот две трети к части ногтевой пластины. Да? Пусть будет вот так. С одной стороны. Давайте теперь с другой стороны. Так, вот сюда, например. Можно напополам, да, сделать. Вот таким вот образом. Типсик у нас довольно-таки такой темненький, как будто темный камуфляж, да, как будто темная камуфлирующая база нанесена на ноготочек. Так, просушиваем. Так, я сказала, что их будет, например, четыре, да, варианта. Но давайте сделаем, например, еще один вариант будет белый верх. Сейчас, секундочку. Прикрепим типсик. И с объемными картинками еще потом сделаем. Еще один белый верх. Вот такое сочетание, когда вы делите ноготь на две части, да, ведь на самом деле может участвовать совершенно любой цвет покрытия. Ведь это же не принципиально важно, правильно? Какие цвета выбрал клиент, такие и делаем. Итак, у нас будет четыре варианта вот так вот напополам белый. И теперь давайте добавлять любые цвета, которые вот прям вот под руками стоят. Давайте из новой коллекции возьмем 466 номер патина. Так, стык в стык, правильно же? Так, у нас есть 20 минут, и мы за 20 минут делаем четыре варианта дизайна, да, конвейером. Причем они же разные, да, и не одноцветные, поэтому можно, конечно, сделать скидку, но мы не будем делать друг другу скидку. Так, давайте вот сюда возьмем, например, оранжевый оттенок 462, да, из новой коллекции. Дизайны, которые делают любые мастера, абсолютно не надо уметь рисовать, нужно просто собрать такой конструктор, да, незамысловатый. Так, давайте просушиваем. Давайте возьмем что-нибудь красненькое. Из коллекции красненьких, да, давайте там 450, например, второй какой-нибудь возьмем. На самом деле не принципиально важно. Ага, а потом, знаете, как бы не принципиально, только не вот этот красный, а не вот этот красный. И что у вас так мало красных, да, это как обычно бывает. Так, я пока не смотрю комментарии, стараюсь сделать побыстрее. Так, красненький цвет, например, да, а можно синий, а можно зеленый, а можно желтый, а можно какой угодно, потому что с белым цветом будут сочетаться любые оттенки. И мы можем с вами, конечно же, поиграться с нашими декорациями, которые не так много, не такое большое количество в этом году вышло. Всего лишь там совсем чуть-чуть. И слайдеры, и такие объемные Nell Cruz, ну, объемные, да, слайдеры, будем так говорить. Так, это у нас, видите, два первых варианта. Так, и еще один. Ну, давайте, не знаю, в принципе, свет может быть, конечно же, любой. Давайте с коричневым посочетаем. Давайте. 464-й, да, коричневый? Что мы будем повторяться? А, нет, я хотела, я все-таки хотела яркие, чтобы было... Ну, давайте тогда все-таки вернусь. Хотела коричневый? Нет, тогда все-таки рыженький сделаю. Смысл в чем? Я хочу, чтобы они были просто выглядели снаружи, но при этом, как бы, блеск топов, который мы с вами будем добавлять, он будет делать любой дизайн, как бы, праздничным. Итак, раз, два, три, и четвертый досыхает. Значит, поехали. Будем добавлять, например, спайдер-гель. Есть же у всех, да, паутинка в работе. Я думаю, что сто процентов у вас тоже есть. Так, я тут открылась, конечно же, вся перепачкалась, но ничего страшного. Так, и буквально какую-нибудь тоненькую кисточку возьму. Можно апельсиновую палочку, правильно же? У меня тут кисточка есть какая-то под руками. И мы просто с вами набрасываем, да, по границе спайдер-гель. Это все очень быстро. Так, на экран надо вернуться. С пальца можно будет просто вытереть влажной салфеткой без всяких проблем там. То есть это не проблема вытереть. Так, намотали ниточки на один вариант. Давайте на второй вариант. Кстати, можно сделать, мы как-то проводили прямой эфир, и я участвовала в работе паутинка, так называемый, да, спайдер-гель. И у нас, например, девчат в Эмми, спайдер-гель, он только либо черный, либо белый. Но если перекрыть топом, если перекрыть любой топ, ой, простите, любой фон топом без остаточной липкости, вот, и, значит, забавить поверхность, можно намотать ниточки и через 30 секунд втереть любой пигмент, хоть неоновый пигмент, хоть перламутровый какой-то пигмент. Таким образом, то есть как бы ниточки можно сделать золотым. Я сейчас этого не делаю, потому что покрытие топом, да, превратит весь ноготь, в принципе, в перламутровый, поэтому отдельно выделять нитки, там, например, какими-то золотыми или серебряными пигментами, как бы, ну, смысла сейчас нету, то есть как бы смысл именно все-таки в это, скажите, в топах, да, которые сделают наши такие сейчас простые обуденные варианты, превратят их, конечно же, в более новогоднюю тему, скажем так. Так, просушиваем. Значит, к цветному покрытию, конечно же, я могла добавить какие-нибудь, ну, отпечатать, например, там, те же снежинки там и так далее. То есть, смотрите, вот сейчас у нас цветное покрытие есть, да, плюс у нас спайдер на всех вариантах. Видите, мы такие заготовки сделали. Все. Считаю, что, в принципе, для фона будет достаточно, потому что вся красота будет уже в верхнем покрытии. А мы с вами можем сейчас взять слайдеры, например, которые вышли не так давно. Так, слайдеры. Новогодние, конечно же, слайдеры. Так, я сейчас паутинку в сторону отставила, испачкалась вся в паутину, ну, как положено. Так. Так, значит, вышли новые слайдеры. У меня тут есть чистенькие, новенькие. Итак, все уже видели, да, их миссия Рождество с Микки Маусами. Видите, такие прикольные варианты. Кстати, я уже в прошлый раз еще говорила, прям влюбилась в этот дизайн. Тут вот есть такой вот Микки Маус, который как бы выглядывает из открытой молнии. Видите, можно фон сделать любой и вставить. Причем фон подготовить специально, да, буковка В, видите, вверху не покрыта. И туда вставить, например, этого замечательного Микки Маус, и получается очень красиво. Здесь отпечатано у нас с новой новогодней пластины. Техника стемпинг выполнена белого цвета. И потом плюс слайдер. Смотрите, как прикольно смотрится, да. Такой там торчит. Вот. Так, значит, вот с Микки Маусами прикольные, да, нейлдрессы, и с Дедами Морозами. Нескучный праздник, 123-й нейлдресс. И вот я хочу прям с него, потому что вот прям можно резать, знаете, прям кусками целыми. Там, например, Деда Мороза вместе прям с поздравлениями. И как раз таки вот на границу наших покрытий как бы прикреплять. Итак, значит, поехали. Значит, мы будем сейчас... Так, берем ножницы. Привет с Кузбасса, Пенза. Привет, девчонки. О, Братск. Таня, почему не спите? Плюс пять часов, уже спать пора. Нет, или еще не пора. Так, так, так. Всем здравствуйте. Я подняла голову Наталье. Нижний ряд дизайн по центру. Как и чем исполнен? А мы потом вернемся. Хорошо, туда плотная структура. Добрый вечер, Братска. Замечательно. Только у меня звук пропал. Звук есть, пишет Светлана. А мы продолжаем. Так, значит, хорошо. Давайте мы вот тут вот... Ага, подождите. Я хотела и отсюда тоже Деда Мороза. Такой тут чувак есть. Прикольный чувач. Чувачок, видите, вот тут вот с очками такой вот. Оп. Так, все, Дед Мороз у нас есть. И есть еще надпись какая-нибудь новогодняя. Давайте на любой цветной фон подойдет, в принципе, беленькая. Как вы к этому относитесь? Да, хорошо относимся. Давайте. Вот как раз таки. У нас пойдет сейчас все с вами в ход. Абсолютно ничего не пропуская, ничего. Так, это Дед Мороз и надпись. Все, это есть. Замечательно. Прикреплять слайдеры как будем? На слайдер-топ, правильно? Если слайдер-топа нет, то можно, конечно, воспользоваться просто базой. Слайдер-топ. Угу. Так, нужно убирать все с экрана, чтобы резкость... Так, слайдер-топ наносим. Буду наносить на весь ноготочек тонким слоем. Во-первых, как бы и паутинку, которую мы с вами добавили в работу, она все равно имеет какой-то объемчик, правильно? Поэтому поверхность выравниваем, просушиваем. Буквально 10-15 секунд пристраиваем Дедушку Мороза. Так, сейчас я тут попробую лишнее обрезать. Сейчас, секундочку. Так, все. Вот он у меня будет вот здесь. Его будет очень хорошо видно. И даже, наверное, слышно. Так, это есть. И давайте наклейку. Вот сюда вот какую-то красивую беленькую надпись. Пусть будет вот так. То есть цвет, да, который у нас с вами нижнюю часть негатива и пластины занимает, он может быть, конечно же, любого цвета абсолютно. То есть никаких всяких... без проблем. Так, девчат, прикрепили. Просушили обязательно, просушили. Процесс полимеризации должен продолжиться. После этого любой слайдер мы будем обрабатывать ультрабондом. Ну, или праймер, да, или ультрабонд. Потому что почему? Потому что у слайдеров нету липкого слоя. Для того, чтобы было хорошее сцепление с топом, обрабатываем все ультрабондом. После этого закрываем топом. И вот сейчас, вот если посмотреть, все очень банально просто. Белый цвет, да, такой красивый бирюзовый цвет. И наклейка обыкновенная, без всякого блеска. И паутина у нас не блестит. И все это можно привести в красивое состояние. Если мы возьмем... Давайте попробуем, например, скандиум, да. То есть, как бы, получается топ с таким... С светоотражающими частичками. Мы попробуем сейчас все три топа, да. И проведем как раз-таки характеристику сравнительную. Так, ну и все. И закрываем все это дело. Топом с таким мелким-мелким серебристым шиммером. Который будет вот... Это светоотражающие частички накопит в себе свет, да. И будет в этом красиво-красиво переливаться. Просушиваем. Просушиваем. Как любой топ, девчат. Просушили минутку? Хорошо. Просушите две минуты, будет еще лучше. Так, а тем временем мы с вами возьмем... Давайте, например, машину. Вот, которая елку везет. Которая не полмашина, а которая целиком машина. Так, и еще одну какую-нибудь надпись, чтобы там было написано чего-то там с Новым годом. Мэри Крисманс или еще что-нибудь в Нью-Е. Кстати, можно попробовать посочетать с какой-нибудь надписью. Видите, тут такие есть буквы с этими, со всякими леопардовыми пятнышками. Можно их как какие-то варианты взять. Так, ну да ладно. Хватит рассуждать, надо уже что-нибудь брать. Правильно же? Давайте вот такую красивую черную возьму, чтобы было хорошо видно. Видите, по две прям наклейки с каждого слайдера. Все, поехали. Получается у нас с вами фон готов. Да? Наносим слайдер топ. Почему слайдер топ? Да потому что прикрепляем мы слайдеры на слайдер топ. Так, выравниваем поверхность. Слайдер топ, девчат, я просушиваю 10-15 секунд, потом прикрепляю слайдер, расправляю и досушиваю. Подсушиваем. Подсушиваем, прикрепляем. Давайте вот такую тачку прикольную. С елкой ведет, с подарками. Прикольно будет сочетаться как раз таки с новым оранжевым цветом. Так, давайте машинку прикрепили. Все очень хорошо видно. И тут же надпись, да? У нас такой получается винегрет. Так, надпись тоже у нас есть. Она у нас и на одной части ноготочка видна, и на второй части ноготочка. Так, есть такое дело, да? Просушиваем в лампе. Смотрите, как красиво блестит высох топ. Давайте я подсвечу фонариком. Вот так вот. Вот это вот мерцание очень красивое получается. Видите, мерцает. Я так пытаюсь со своего телефона подсветить на этот топ. Классно. Праздничное было все банально просто. Получается, тут праздничное с блесточками. Так. Подсушили. Так, я пока типсик прикрепляю. Так, подсушили. Обрабатываем ультрабондом. Слайдеры обрабатываем ультрабондом. Ультрабонд высыхает на воздухе 1-2 минуты. И после этого закрываем топом. И я предлагаю закрыть новым топом, который у нас с таким большим количеством шиммера, да? Шампань. Шампань. Вот так вот как-то. С золотистым шиммером. Красивый очень такой. Именно реально цвет шампанского. Кайфово так смотрится. И превращаем весь наш банально белый-оранжевый фон. Превращаем. Знаете, брюки превращаются. Превращаются брюки. Красиво, достойно, здорово. Так, все. У нас получается вот такой красивый Новый год. Видите, блестит. Прямо вот это умерцание золотое. Такое красивое. Блин, как красиво. Просушиваем. Просушиваем минутку. Так, берем следующий вариант. Берем красно-белый. Давайте возьмем Деда Мороза. Давайте. Он у нас красный фон, да? Давайте Деда Мороза. Раз, два. Сразу вырезаю. Видите? И Дед Мороз. И надпись Мэри Крисманс. Видно? Прямо вот даже разрезать не буду. Вместе, быстро. Раз. Дед Мороза. Утопили Деда Мороза. Нанесли слайдер топ. Если слайдер топа нету, можно просто воспользоваться базой. Тонким-тонким слоем наносим. Сушим 10-15 секунд. Очень легко работать со слайдерами. Тем более, видите, мы сейчас с вами прям взяли сразу и надпись, и Дедушку. Да, и у нас, в принципе, расстанет. Длина ногтям не позволяет, поэтому я даже и не разрезала, да? Вот прям поленилась. И прямо вот так все вместе прикрепляем. Так. Прикрепляем. И у нас, получается, Дед Мороз и надпись и на красном фоне, и на белом фоне. Прикрепили. Просушили. Так, этот вариант у нас тоже готов. Слушайте, такой красивый топ этот блестящий. Сказали, вот надо показать. И вот реально вот прям вот, видите, переливается, как красиво. Прям он, знаете, такой, как... Я даже не могу это объяснить словами, потому что очень красиво смотрится. Очень красиво так. Подсушили. Обрабатываем ультрабондом. Это, знаете, дизайны, в которых вообще думать не надо. Надо так их как-то... Бездумные дизайны. Вот просто вот надо было срочно что-то сделать. Сели и просто сделали. Так, ну и, конечно же, давайте третий топ наш добавим, да? Мелоди. Мелоди топ. Ну, красивый перламутр от красно-розового, который переливается к зеленому. Я думаю, что как раз-таки будет красиво смотреться вот на красных оттенках, да? Ну, не, не только на красных. Оно будет везде красиво. Оно просто в данном случае мы все-таки сделали с вами. Будет не просто белый, а такой перламутровый, розовый. Прикольный. Ну, этот, конечно, более такой мелкий шиммер по сравнению с предыдущими. Давайте я так же посвечу сейчас. Видите, такое мерцание розовое. Нежное-нежное розовое мерцание. Такие более, такие маленькие, такие блесточки, блескучечки такие небольшие прям. Так, просушиваем. Это мы делали с вами плоские, да, такие тонкие, которые слайдеры. А сейчас давайте, например, на оранжевый фон. Очень прикольно, допустим, вот такие вот объемные, да, картинки. Объемные картинки. Душевный вечер. Бантики, фонарики. Мы в прошлом эфире, да, делали с ними варианты. Очень мне сильно запали в прошлый раз. Ой, как у меня некрасивый ноготь. Очень сильно запали именно вот эти фонари. Фонари очень сильно запали. Сейчас, девчат, вытру ноготь. Вот некрасиво в этом. Показываю пальцем, а он грязный. Очень запали фонарики вот эти мне прям в прошлый раз. Я вам сейчас покажу, напомню. Может, если кто-то не видел в прошлый раз. Видите? Это мы черный цвет сочетались со светоотражающим гель-лаком серого цвета. В прошлый раз новую коллекцию тоже смотрели. Видите, прикольно с фонарями. Я их просто потом белой импастой выделила, все грани. И получается такой объемный, прикольный вариант. Классные фонари. Вообще суперские. Так, но вот отдельно висячие апельсины немножко, если честно, меня тоже как-то насторожили. А оказывается, из них можно собрать целую такую композицию. Смотрите, вот у меня просто есть уже резаные картинки. Здесь вот есть апельсины. Вот мы берем с вами один апельсин. Можете просто пока выкладывать перед собой. и собрать как бы картинку из апельсинов. Причем один апельсин может как бы выглядывать из-под другого. То есть нужно просто определиться, на какой угол вы будете их цеплять. Там, например, вот это будет главный апельсин. А этот апельсин можно подвести к нему и как будто бы немножечко-немножечко обрезать лишнее. Почему? Потому что они же объемные, эти слайдеры. И получается вот так. Так, видите, мы можем составить. Так, а этот будет выглядывать из-под него. Вот так. Так, и прикольно сюда, конечно же, добавить какую-нибудь веточку. Причем посмотрим, как мы ее сейчас... Я могу сразу вот взяла ветка есть тут, допустим, на две части. Сейчас я ее вот так вот разрезала. Один кусочек положу в этот, на мокрую салфетку. И второй тоже. И посмотрю, как я их состыкую с моими апельсинами. Ну, чтобы получилась композиция, да? Чуть-чуть позаморачиваемся. Так. Можно будет сюда вниз отправить. Ага, сейчас. В перчатках как неудобно выскальзывать прямо из рук. Так, все, я тут лишние кусочки пообрезала. Сейчас так апельсины замочить. И приготовиться к тому, что будем прикреплять. А там дальше видно будет, что куда и зачем. Мы пытаемся с вами сделать простые дизайны, но при этом добавить праздника с помощью топов. Итак, если собираюсь прикрепить слайдеры, то, значит, сначала слайдер-топ. Правильно? Все логично, все правильно. Какая-то мусориночка попала. Так, просушиваем. Тонким слоем нанесли слайдер-топ или базу. Да? После этого, значит, просушиваем 10-15 секунд. 10-15 секунд и начинаем прикреплять. Можно еще приготовить какие-нибудь веточки. Вдруг потребуется. Посмотрим, где-то промежуточки между апельсинами встает. То есть, если мы говорим про дизайны, да, которые мы собираем как конструктор, почему бы еще одну веточку не приготовить? Сейчас посмотрим. Может быть, она нам тоже подойдет. Так, ну и все. Слайдер-топ подсушили 10-15 секунд. И начинаем собирать нашу картинку, да? Просто одинокий как-то апельсин вот мне как-то не очень понравился. А когда это все дело сделать, там, посочетать незачетаемое, да? Вот так вот. Один, второй. Прикрепили. Видно? Два апельсина. Прикрепили к поверхности, подсушили. Подсушили и подставлю веточки, там, какие-нибудь промежуточки. Знаете, такая сборная соляночка, да, получается у нас с вами. Так. Я даже для важности взяла пинцет в руки. Ветку разрезала пополам и вот сюда половиночку прикреплю. Надо наготовить, держать ножницы. Если вдруг где-то залазит объемная картинка на предыдущую, конечно, надо это дело откорректировать. Еще на берегу. Потому что, когда будете покрывать топом, они могут, конечно же, подняться, да? Поэтому, ну, а нам этого совершенно не нужно. Я просто веточку тут чуть-чуть разрезала на три части. Так. И давайте вниз. Вниз, вниз, вниз. Еще не знаю, как получится. О, вот так обнять апельсинчик. Получится. И достаточно. И достаточно. Предлагаю остановиться. Все прикрепили, подсушили. Обязательно взяли ультрабонд, да? И обработали поверхность слайдера. Обрабатываем. Пленочка растворяется. Смотрим, чтобы нигде ничего не торчало. Так, у меня вот тут чуть-чуть. Так. Высыхает на воздухе одну-две минутки. После этого закрываем топом. Ну, и топом, конечно же, воспользуемся новым топом. Так, какой возьмем? Цвет шампанского возьмем, да? С красивым блеском. С красивым блеском. Итак, ультрабонд мы нанесли. Все пропитали. Высыхает на воздухе. Я подуваю немножко, чтобы быстрее. Так, и закрываем топом, да? С большим количеством золотистого шиммера. Так же объемную картиночку все прокрываем хорошенечко. Ничего не меняется. Это же топ, правильно? Все покрыли. И теперь чистой кисточкой, любой чистой кисточкой. Ну, вот, например, у меня тут вот овальчики есть под руками. Убираем лишний топ с поверхности наших объемных картинок. Вот тут, вот, 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 аккуратненько. Точно так же, как любой глянцевый топ или матовый топ, да? Вы точно так же наносите на объемную картинку и убираете лишнее. Так, я аккуратненько пытаюсь расправить. Вот прям убираю, убираю, убираю. Прям потрудиться немножко надо, чтобы вот этот вот красивый барельефчик остался виден. Просушиваем. Одну-две минутки. Ну, и, конечно же, у нас же, как всегда, все лучшее сразу, правильно? Мы же можем взять еще белую эмпасту. Белую эмпасту и в каких-то неловких моментах где-то поставить какие-нибудь точечки. Совершенно не помешают. Особенно там, где объемные картинки. Взяла немножко белой эмпасты. Вот здесь, допустим, промежуточек где-то между ними остался. Такой какой-то странненький, да? Мы же все-таки составляли тут целое, устроили целое строительство. Беленькие точечки вот сюда, вот сюда. Так, так. Прямо даже вот не боясь и не стесняясь. И просушиваем. Объемные, видите? Они прям, прям видно, что объемчик, как настоящие прям апельсинки. Ну вот, мы четыре штучки с вами сделали, конечно, с побочными разговорами. И сейчас время, в принципе, там сколько? 12 минут, да? Если учесть, что мы начали где-то было 47 минут, и сейчас 12-13 минут, то получается как раз-таки даже с разговорами у нас ушло с вами на четыре варианта дизайна всего лишь 20 минут. Так, я вот эти варианты последние поставила вот здесь внизу. Понятно, что когда ты делаешь аккуратненько сам с собой, конечно, чище получается. Но в любом случае смысл понятен. Сейчас. Так, секундочку. Сюда добавим наши апельсины. Вот. Что хочу сказать, что любой обыкновенный гель-лак или любую гелевую краску, да, смотря кто чем работает, можно превратить в перламутровый цвет благодаря топу, да. Это уже как бы ни для кого не секрет, потому что, ну, разные фирмы выпускают разные топы с разными там вкрапушками, вставочками там и так далее. Вот. Значит, и получается, что даже те гель-лаки, которые, как бы, скажем так, не очень ходовые, под блеском, девчат, смотрятся, конечно же, совсем по-другому. Не знаю, подношу свой телефон, видно, не видно, вот это вот все мерцание очень красивое. Все это мерцает, все это переливается, очень красиво смотрится. Так, и пока я положу вот сюда на экране эти варианты, которые мы с вами сделали, я попытаюсь прочитать, что вы раньше. Так, подскажите, пожалуйста, про гель тут спрашивают сейчас. Так, все, значит, читаю, вернулась к комментариям. Подскажите, пожалуйста, гель жидкий камень, сняли с производства? Его уже не будет? Татьяна, я думаю, что менеджеры прочитают ваше сообщение и смогут найти ответ, как бы, ну, подсказать вам, будут, не будут, то есть я сейчас пока затрудняюсь ответить. Значит, в магазине онлайн других регионов. Ага, ищите в магазинах онлайн других регионах. Вот тут вот Александра написала. Значит, класс, добрый вечер, спасибо, девчата, огонь, Наташа, быстро и все оригинально. На самом деле это быстро, да, это быстро, и я думаю, что это тут не нужно быть семипядей во лбу. Просто, я знаю, хочется как бы подсказать, да, то есть вариантов миллион есть. И если у вас есть эти наклейки, вот, допустим, слайдеры, да, Нелкрусты, слайдеры вот от компании Эми, считаю, что вообще проблем с дизайнами вообще не должно быть, потому что все очень лежит на поверхности, бери, пользуйся, как говорится. Так, очень красиво, спасибо большое, Мелодия Топ. Наверное, на темных цветах лучше будет смотреться, на любых, Анастасия. Честное слово, на любых, этот красивый, все равно, как бы камера не передает, такой красивый перелив розовый, очень красиво смотрится. Можно заменить на гель-желе прозрачный, который идет для донаращивания свободного края. Кстати, да, клер, да, гель-клер называется прозрачный для наращивания свободного краешка. Кстати, да, можно им попробовать воспользоваться. Так, класс, красиво, прикольно. А покажите, пожалуйста, еще раз дизайны с фонариками. Ну, к сожалению, Олечка не получится показать. На Ютьюбе все это есть, все это записано, все это выложено, поэтому посмотрите предыдущий эфир. Это у нас было, получается, 30 ноября. И там эти варианты вот с этими красивыми фонарями есть. Видите, прикольно, на градиенте вот эти все там снежинки с помощью стемпинга и вот картинка, которая просто дорисован шнурочек. Это у нас с прошлого раза получился прямой эфир. Так, ну, а я буду потихонечку прощаться с вами и напомню вам о том, что у нас в компании Эми есть три замечательных топа, которые любой дизайн ваш могут превратить в праздничный дизайн. Получается блеск, вот, скандиум, да, топ, может быть, у кого-то он уже есть. Если нет, обратите на него внимание, то, получается, это как бы мерцание такое вот на нашем Дедушке Морозе. Видите, он получается серебристая, светоотражающие частички, получается очень красивый глубокий блеск. Цвет шампанского топ и мелодия, да, мелодия. То есть, получается, розовый перламутр мелкий, золотистый, довольно-таки крупный. И серебристый, нечто среднее, знаете, такое, больше всего количества шиммера, это как раз-таки вот в таком вот цвет шампанского, да, золотым отливом. Скандиум там чуть меньше блесточек, но они светоотражающие, серебряные, красивые. И мелкий-мелкий перламутр, мелкое розово-красно-зеленое мерцание в топе мелодии. Итак, девчат, всем вам большое спасибо. Сегодня у нас не без приключений прошел мастер-класс, но тем не менее мы будем все равно встречаться, буду дальше вам рассказывать про какие-нибудь простые-простые дизайны, которые помогут вам делать быстро-быстро-быстро дизайны на ваших клиентах и не тратить особо на это время. А вот тут вот я подняла, покажите, пожалуйста, еще раз, уже с фонариками сказала, Татьяна Владимировна. Хе-хе, Наталя, просто про сиреневый дизайн. Давайте я вот так, вот этот, вот этот, вот этот, да, я так понимаю. Очень простой вариант. Здесь градиент, градиент из новой коллекции зимней, зимней, который из розового и пилотливого. Сейчас, секундочку, покажу. Танечка, вы меня слышите, видите? Смотрите, сделала градиент. Цвет 458-й и из коллекции Soul Folk Morning, видите, вот эта предыдущая наша, с пастельными оттеночками, брала 411-й. 411-й. Так, и получается, сделала градиент и отпечатала с новой пластинки. Видите, вот это вот, то, что вы видите синим цветом, это как раз-таки отпечатано синим лаком для стемпинга, синий лак для стемпинга. Я делала тоже, как бы, градиент, брала розовый лак для стемпинга и синий лак для стемпинга. И, получается, градиент отпечатала и приклеила коньки. Коньки – это слайдер с прошлогоднего, скажите, с прошлогодней объемной картинки, объемные слайдеры 5D, да, на Эл Круст. В прошлом году были такие вот с конечками. Вот, то есть, получается, градиент два цвета гель-лака и градиент, лак, сейчас покажу, для стемпинга. Можно, в принципе, любой рисунок откатать. Брала розовенький, это номер седьмой, да, и третий синий. То есть, на пластинку нанесла сразу два цвета и перекатила рисуночек с мелкими какими-то новогодними там атрибутиками, ну, можно со снежиночками, можно все что угодно на задний план, плюс коньки. И, получается, видишь, что очень прикольно получилось. Запал в душу. На самом деле, красиво смотрится. Итак, все вроде бы. Итак, девчат, спасибо вам большое. Всех, значит, поздравляю с началом все-таки зимы, с новогодними, началом новогодних дизайнов, новогодний марафон. Хочу, чтобы ваша запись была очень плотно вся расписана. Хочу, чтобы ваши клиенты приходили, приносили вам подарки. Хочу, чтобы ваши клиенты были очень денежными и, конечно же, любили своих мастеров. Целовали им ручки. Вот. А вы им дарили вот такие вот чудесные, сказочные, новогодние варианты дизайнов. Всем удачи! Всем вдохновения какого-нибудь прикольного такого, да? И до встречи в следующий четверг в 2 часа дня. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok